Частные коллекции на всеобщее обозрение. В Старомосколе решили организовать тематические выставки, которые будут объединять интересные собрания местных жителей. На днях здесь открылась выставка «Самовары и не только». Экспонаты, которые раньше могли видеть лишь избранные, оценила Екатерина Равинских. Сергей Костяной днями напролет бьет баклуши. В прямом смысле делает заготовки для будущих черпаков. У него их целая коллекция. Есть отдельные экземпляры для ухи, какие-то подходят только для каш, некоторые специально изготавливаются для похода в баню. Но объединяет их все особые резные ручки. Гордость мастера. Как буква «С» идет. И этот шарик, я посвятил его казакам. Это казачий круг. И вот я стараюсь его делать. Он чем еще удобен? Это тоже моя разработка. Если мы его ставим, шарик этот держит. Эти черпаки отличает и крепость. По уверению мастера, ими даже гвозди забивать можно. А эта коллекция поистине считается уникальной. Для жителей небольшого уездного города в прошлом веке иметь дома самовар считалось показателем хорошего достатка. Их, в принципе, в Старом Осколе было немного. А те, что дожили до наших времен, да еще и в отличном состоянии, вообще можно пересчитать по пальцам. Коллекция Тамары Мустафиной началась вот с этого дедушкиного революционного самовара и доброй семейной традиции чаепития. Буфетные самовары небольшие. Вот на даче мы пьем чай из этого самовара. Но дома нерентабельно пить. Потому что ведь смысл этого чаепития, что надо вот сюда в трубу веточки. На вкус чай абсолютно другой. Столетний самовар. Другой металл там стоит другой. Дымок. Все это, конечно. И атмосфера самая. Всего же эта выставка объединяет сразу несколько частных коллекций. Здесь и собрание деревянной утвари 19 века, и расписные подносы, и глиняная посуда. Полюбоваться на которую в выставочном зале Старо-Оскольского центра декоративно-прикладного творчества можно до середины декабря. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Новости. Мира Белогорья.